Горячо рад приветствовать, продолжаем смотреть обзоры напитки и спортивные питания. И вновь у нас цикл мраморной гладины и сразу стейки в два у нас плейлиста от СПО СПК Дружба. Мясостейк.дефиз.рф Вот такой вот, собственно, стейк Чакрол. Здоровый такой, смотрите. Его, наверное, резать придется или он уже порезан здесь, я не знаю. Здесь у нас килограмм 144 грамма. Большая такая лапоть. Допро. Итак, какая есть информация. На официальном сайте цена стоит 1000 рублей. Не зная 1000 рублей, тут нарисован маленький стейк, имеется в виду, допустим, за какой-то 1, либо за килограмм 100, как у нас. Тут это не указано. Здесь сказано, что Чакрол обладает неповторимыми вкусовыми, качественными, а его незабываемый аромат просто сводит с ума. Звучит неплохо. Какая есть информация у нас здесь. Изготовлены у нас, соответственно, это все СПО, СПК Дружба, Герафорд, порода у нас маромарной говядины, категория А. На 100 грамм продукта у нас 5,5 грамм жиров и 19 грамм белка, 120 ккал. В принципе, не так много калорий. Изготовитель у нас это Циринный район. Ну, как-то вот так. Как его готовить, собственно, мы тоже интересовались. Есть стандартные варианты, и я его буду делать. На гриле, сейчас мы это посмотрим. Нужно резать или он уже порезанный, если нужно, его порежем. Соль, перец, немножко левкого масла и будем жарить на гриле. Поехали. Итак, ребята, посмотрим, собственно, как он выглядит. Очень интересно. О, смотрите, как оказалось, они уже порезаны. Из ряда стал ножик. То есть, видите, они уже порезаны. Вот они какие у нас замечательные. Ну, замечательно. Давайте добавим специи. Хорошенечко добавим перца, соли и оливкового масла. Мы видим, что килограмм отличного мяса. Хорошенько соли. И оливковое масло. У нас, соответственно, на филиппобэриле, замечательное. Вот такое вот. Тоже его не жалеем. Хорошенечко сейчас ручками все это дело нужно будет непосредственно вот так вот. С боковых сторон и во вторую потом сторону тоже все это дело впитать. Итак, ребята, жарим и нагрели. У нас очень горячий он нагрелся. Сразу пошел звук. Теперь мы это убираем в фольгу на некоторое время. На сколько? На 5-10? Есть мы. И будем гибудь сыруем. Прошло 10 минут. Не терпится попробовать. Посмотрим. Они у нас все трое были разной толщины. Посмотрим, что это будет. Такая красота. Посмотрим. Ну что, ребята, не терпится попробовать. Дополнительная порция перца. Раз осталось чуть-чуть. И еще чуть-чуть соли. Свежая еще приятно. Просто там пропиталось. Ну, достаточно. Ну, терпится попробовать. Прожарочка получилась, что надо. Даже чуть сыроватая. Все. Все. Окей. Ммм. 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 Мне нравится. Очень сочно. Ты жуешь. И тебе прям в рот бухает фонтан крови. Этот сок. Очень вкусно. Мясо у нас тут волокна видно хорошее. Ммм. Ммм. Ну, ребят, пока мне нравится. Пока мне нравится. Еще у меня есть много кусков. Посмотрим, что это будет. Ребята, переходим к следующему. Стейк у номер два. Он у нас средней длины. Поджарился он посильнее у нас. Менее. То есть это был у меня самый толстый, самый кровавый. Да, в натуре было прям много крови. Это уже у нас такая средненькая прожарочка. Ну, лично мне, конечно, такая прожарка приятная. Приятная. Все-таки слишком сырое. Там вот его ожевать даже тяжело. Но это все-таки прожарилось намного лучше. Ммм. И, собственно, она более вкуснее. Ммм. Да. Определенно вот эта прожарочка. Она тоже, гляньте, розовенькая. Но она намного приятнее и вкуснее. И легче есть. Потому что то еще прожевать надо. Но вылезти, да, здесь куда проще. Отлично, да. Отлично. Все-таки такие толстые куски уши гарить посильнее. Здесь у нас буря сломенькие. Средней длины. И мне он очень нравится. Вот. Хороший. Хороший. Шварад. В общем-то, ребята. Третьего, самую тонкую сторону забирает оператор. Поэтому снимать мы его не будем. Она у нас и не все прожарилась. А вот. Ну, мы просто покажем ее. Это будет. Вот он. Самый тонкий кусок для оператора. Мини-жирный. А я, в общем-то, готов сделать по данному стадику заключение. Чакрол. В принципе, это, наверное, мой самый любимый стейк. Мне больше нравится рибай. Самый любимый рибай у меня. Вот. Реально топовый, считаю. В из частей. Касаемо чакрол. Неплохой стейк. Мясо очень хорошее, свежее, вкусное, приятное, сочное, волокнистое. Жилистая немножко. Тут жилок, много всяких прослойочек. Мне это лично не очень нравится. Но, в принципе, все очень вкусно. Удовольствие есть. Не так, как от рибай, но он и стоит дешевле. То есть, и другая часть. А конкретно в этой фирме мне понравилось все мясо, все продукты, которые я пробовал. Реально мясо было везде свежее, вкусное, топовое. Поэтому, именно, скажем так, к вопросу о качестве мяса от этой фирмы, я ставлю 5 баллов с 5. Конкретно чакрол я ставлю четверку. Именно просто виду чакрол. Мне вот не очень все-таки нравится как стейк. Но мясо качественное, вкусное. Молодцы. Отлично. А поэтому, что могу сказать. Берите смело, не пожалеете. И отличное мясо, дружба, мясо, стейк и фис. А мы с вами увидимся в следующих обзорах. До новых встреч. Пока.